С 1981 года в фельдшерско-акушерском пункте села Кротовка использовали электрический котел, благодаря которому мигпункт был обеспечен теплом и горячей водой в кабинетах. Но как только котел отключали, пункт оставался без тепла и воды, что создавало массу неудобств. В конце прошлого года проблему удалось решить. Так сразу в двух соседних ФАПах в селах Кротовка и Арска заменили систему отопления. Газификация населенных пунктов является одной из приоритетных тем Ульяновской области. Сегодня два здания фельдшерско-акушерских пунктов в центральной медсанчасти в селе Кротовка и Арска подключены к системе газоснабжения. Для учреждения приобрели двухконтурные газовые котлы и приборы учета. Их данные автоматически передаются в ресурсоснабжающую организацию. Модернизация теплоисточников позволит повысить надежность и качество теплоснабжения здания, а также снизить затраты учреждений на отопление. Да, это очень полезно. Будет тепло. Наконец-то это людям удобно посещать медпункт. Сейчас в ФАПе Кротовке наблюдается 2000 человек. Без медицинской помощи жители населенного пункта не остаются даже удаленно. Проконсультироваться с терапевтом, получить ценные советы, ознакомиться с графиком работы медицинского пункта сельчане могут при помощи мессенджера. Вот смотрите, вот сегодня было объявление у нас, как мы работаем. То есть мы сейчас, так как мы ожидаем омикрон, нужно развести потоки пациентов. Поддерживать здание ФАПа в чистоте и уюте помогают не только сельчане, но и органы власти. Так, пять лет назад в здравнице был проведен капитальный ремонт. Работаю я на ФАПе 11 лет. За последние годы ФАП очень сильно изменился. Пять лет назад нам сделали капитальный ремонт. Напомним, что к 2030 году в регионе должна быть достигнута стопроцентная газификация населенных пунктов. В настоящее время уровень обеспеченности голубым топливом области составляет 78%. Всего в следующем году на газификацию области из регионального бюджета планируется направить 230 миллионов рублей. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.